здравствуйте друзья здесь демитков юрий наступают странные времена кругом свирепствует коронавирус мы все время читаем и акции тоже как-то странно себя ведут непонятно что делать и люди у меня спрашивают регулярно а что купить кто-то просит совета не купить ли microsoft apple или facebook кто-то спрашивает газпром не пора ли покупать интересные уровни что я могу посоветовать снегирька купите что я имею ввиду под словом снегирек ну вот смотрели мы квн как-то на ю тубе и есть такое миниатюра и там ребята какие-то там студенты ночь перед экзаменом у них безвыходная ситуация и они так сказать мистика полная и они думают как выбраться там из ситуации что делать они там заблудились вот и вот там кстати ссылочку я помещу посмотрите очень интересная штука поучительно и они думают как выбраться и вдруг откуда ни возьмись появляется девушка такая и говорит ребята снегирька купите они такие зачем нам снегирек нам нужно выбраться и все сказать отстань от нас смотрите пожалеете говорит девушка вот ситуация сейчас прямо вот именно такая же вы скажете юра ты что заболел там несешь да но на самом деле я действительно немножечко приболел возможно коронавирус вот что я хочу сказать смотрите ситуация действительно крайне неопределенная и советовать что-либо какие акции купить apple там facebook теслу не дай бог вот не стоит их покупать в такое смутное время чем занимаюсь я я покупаю снегирька что это значит что такое снегирек но это может быть до купите а то пожалеете говорит девушка но ребята конечно и не послушались ее и через какое-то время вот он спасительный автобус значит едет в город все ребята пытаются прыгнуть туда ну а из автобуса говорят а снегирек у вас есть без снегирька нельзя и уезжает вот но потом им удается дозвониться до декана он говорит да без проблем перед перенесем экзамен вообще не проблема только снегирька прихватите и они такие все вот поэтому что будет через месяц там через неделю никто не знает и если бы кто-то знал конечно же он купил бы этого снегирька я лично покупаю опционные стратегии опционы потому что ну например можно купить такую стратегию которая даст бешеную прибыль например если какой-то из активов очень очень сильно изменится или какой-то из активов например упадет или наоборот поднимется очень сильно и какие активы сейчас подвержены такой серьезной волатильности ну прежде всего у всех на устах нефть которая упала на 20 процентов связи с корона вирусом якобы и туда же за ней я в предыдущем видео показывал что потихонечку собирается и индекс s&p 500 что такое индекс а индекс s&p 500 индекс это в общем сказать ну ртс это наш индекс который мы вполне способны купить на срочном рынке и или продать в short понимаете это средняя средняя стоимость всех крупнейших компаний акций крупнейших компаний и если акции падает то может быть стоит подождать и не покупать их купить снегирька вот это первый момент второй момент что может быть снегирьком но в данном случае опционы я скажем купил колл спред на рост нефти и там хорошо так заложился он меня буквально ничего не стоил потому что это снегирек что там я за него заплатил там в районе сейчас вот я считал только что нет вообще-то я заплатил 140 долларов за него вот но в случае если нефть вырастет до 59 рублей по моему там то у меня будет 350 долларов вот так снегирек понимаете вот такой снегирек ну а что я советую вам но в общем то сказать когда такие вот ситуации очень резкие колебания это ну как бы черный лебедь и в такие моменты как раз именно опционные стратегии они дают максимальную прибыль я об этом еще буду рассказывать и я собираюсь вот начать курс по опционам думаю что начну с марта месяца вот сейчас я открыл предварительную запись на эти на этот курс на сайте демитков юр . ком там же где биржа для чайников ссылочку как всегда либо там вы увидите либо там пока всего-то две тысячи рублей снегирек ну вот понимаете этот курс может окупиться но совершенно за там месяц буквально вот и это первое а второе я буду повышать цену потому что но я сколько искал информацию вот по этим опционам и друзья мои принципе там очень сложно разобраться и я не нашел ни одного курса который вот прямо вот вот вообще вот прямо вот раз 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 и все по полочкам разложил нет такого поэтому я могу с уверенностью сказать что мой курс будет лучшим потому что я умею рассказать вот ваш снегирек которого можно купить пока еще совсем за копейки он будет повышаться и я думаю что этот курс будет стоить когда он будет полностью вот сформирован я думаю что будет два потока как бы второй поток будет стоить 15 тысяч рублей я так запланировал первый поток ну пока будет значительно ниже снегирька купите что еще может быть снегирьком это просто обучение друзья мои это вообще ничего не стоит попробуйте без курсов без всяких не надо мне платить ничего попробуйте сами найти информацию и сами понять о чем речь но о чем будет на курсе я примерно попытаюсь объяснить о чем речь шла в работе нобелевских нобелевских лауреатов по именно но в области экономики именно которая посвящена опционам то есть формула вот это блэка шоулза что она себя представляет как ведут себя опционы я постараюсь об этом рассказать достаточно популярно и конечно же можно попытаться понять то есть здесь все доступно абсолютно потому что но вы моментально можете найти что такое колл спред там или кондор или бабочка стрэдл там но если вам повезет и вы разберетесь в этом ну здорово если нет купите снегирька вот ну и еще один момент смотрите действительно опционы это крайне сложная вещь как можно еще выйти из положения и как на этом заработать ну в период когда ничего не растет а скорее падает лучше всего я говорил и продолжаю говорить ноты структурные ноты структурные структурные продукты защитой капитала я их покупал я о них рассказывал но вот произошла значит досадная такая вот вещь со мной очередная нота у меня закрылась вот буквально на днях и я думаю дай-ка я все эти деньги когда я получил там купон она в течение месяца закрылась все хорошо я думаю все я значит как я и обещал сказать я покажу вам как купить эту ноту то есть все деньги переложить снова в эту ноту не тут то было снегирек то улетел повысили минимальный порог по этой ноте был сто тысяч рублей сейчас двести пятьдесят тысяч рублей это первое ну и и нота сама по себе да 20 процентов годовых доходность это здорово купон там да вот но купонный барьер всего 15 процентов то есть акции упали на 15 процентов и купон перестает уплачивать он запоминается если они вернулись то он выплачивается дальше то есть вероятность того что купон будет получен огромно но все таки 15 процентов купонный барьер это не очень такой барьер я стал искать другие ноты и лидер в этой области это компания об этом у меня будут еще целая серия видео я уже ездил туда я встречался с начальником отдела они мне рассказали буквально что такое ноты какие там есть там есть ноты которые позволяют выдерживать падение до сорока процентов от текущей стоимости ну то есть это вот те инструменты которые позволят нам с вами пережить кризис да они не дешевые там от трехсот тысяч рублей но что делать зато сорок процентов это очень-очень существенно и там огромный набор этих нот я буду о них рассказывать достаточно регулярно на регулярной основе именно что такое бкс бкс это крупнейший брокер россии ну либо один из крупнейших но вообще говоря он стабильно занимает либо первое либо второе место по объемам операций клиентских операций и клиентов там тоже очень много но это клиенты богатые потому что бкс он в общем сказать но для богатых есть еще один брокер для там сверх богатых вот но я подозреваю кто эти сверх богатый вот но бкс для простых нас с вами конечно вполне доступны и именно ноты кроме того бкс дает нормальные конкурентные условия как оказалось на фондовом рынке и ну там чуть дороже чем у открытия комиссии но на срочном рынке бкс я не буду вам рекомендовать потому что там дорого это будет дорого они там предлагают все что угодно пожалуйста там прямой выход на америку но в бкс это дорого ну и кроме того я еще сейчас вот на следующей неделе судя по всему поеду в финам с аналогичными вопросами и узнаю какие у них тоже оказывается есть структурные продукты я уже договариваюсь сейчас с кем я встречусь и я думаю что и финам тоже крупнейший брокер буду рассказывать и о финаме о том какие тарифы там очень тонкая вещь там надо очень прям по тонкому льду идем там с тарифами все ну мне не нравится поэтому я о них не особенно и рассказывал вот ну а по поводу всяких втб сбербанк тиньков и так далее но ну не нравятся они мне это ну сбербанк он как брокер в принципе я уже говорил позиционирует себя как банк для бедных где бедные хотят надежности и не хотят доходности ну пожалуйста это туда втб ну примерно то же самое вот банк который обслуживает политическую элиту на мой взгляд вот чисто мое мнение можете спорить сколько угодно вот у тинькова ну вроде все хорошо но с нотами не очень там говорят что для квалифицированных и все таки там подороже даже чем у бкс ну собственно говоря вот такие планы у меня ну а вам еще раз хочу напомнить снегирика купите ссылочку вы увидите прямо сейчас там будет рекомендуемое видео посмотрите что я имел ввиду и пересмотрите это видео сейчас лайк напишите что вы думаете по этому поводу спасибо за внимание с вами был Демятков Юрий до встречи